Эти кадры сделаны вовсе не в Советском Союзе, а в современной России. Причём совсем недавно. Мы пионеры страны, наши дети. Нет ничего нас счастливее на свете. Чтобы сегодня быть с вами опять, мы лучших коллег пришли поздравлять. Сегодня тысячи компаний, собираясь на корпоративы или другие офисные праздники, проводят их в стилистике СССР. Подобные комсомольско-пионерские вечеринки – последний писк моды и пользуются бешеной популярностью. Поэтому организаторы таких мероприятий стараются очень точно воссоздать атмосферу ушедшей советской эпохи. В первом томе детство опишу я, как ношу я каску большую-пребольшую. В атмосфере ностальгии закалённые капиталистическими буднями менеджеры меняются на глаза. Те, кому за 40, с необычайной теплотой вспоминают о детстве, годах за 100 и фруктовом мороженом за 7 копеек. А кто помоложе, с удовольствием участвуют в игре «Назад в СССР». А этот дежурный с повязкой на рукаве наблюдает за порядком на юбилей, который семейная пара решила провести в пионерской стилистике. На входе гостям повязывают на шею красные галстуки. А каждый стол тут отдельный отряд. Как в настоящем лагере – пионерском. А вот и конкурсы. Пионеры соревнуются в музыкальных талантах. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Представителям лучшего отряда, естественно, приз. Их принимают в комсомольцы. На самом деле популярность таких пионерско-комсомольских вечеринок легко объяснить. Ведь в любой компании сегодня работают люди, когда-то носившие красные галстуки, а затем вступавшие в ряды партийного резерва. Люди, для которых комсомол и пионерия – не просто идеология. В далекие годы нашего детства вот такие пионерские игрища назывались советской обеззаводкой. И чего греха таить, вызывали на наших юных лицах гримасу невыразимой скуки. Нам-то все рассказывали про пионеров-героев, а хотелось про диски, джинсы, мальбера. Однако спустя годы, когда советская действительность перестала казаться отвратительной, когда выяснилось, что мифы о райской жизни на Западе сильно преувеличены, а гарантированная работа в Советском Союзе – не такая уж плохая придумка Кремля, тут-то и накрыла многих из нас некоторая переоценка ценностей. Потому что ответ на вопрос, что получили мы с развалом страны вместе с джинсами, дисками и жвачкой, оказался сильно не в пользу жвачки. С одной стороны, не самые симпатичные новые хозяева жизни, с их бесконечными яхтами, рыбками, бабками и девками. А с другой – несправедливая оплата труда, нищета огромного количества людей и нетипичная для русского менталитета равнодушие к чужим проблемам. Может, потому сегодня те, кто еще хоть немного помнит советское время, с таким удовольствием в него играют и никак не могут наиграться. Можно сказать, поколению, выросшему в СССР, повезло. У них было по-настоящему активное, веселое, счастливое и песенное детство. Согласитесь, если бы это было не так, разве помнили бы мы сегодня эти слова? Дети сказками, синие ночи, мы пионеры, дети рабочие. Ну и, конечно, как не вспомнить, и вновь продолжается бой. Появившись в 74-м, эта песня тут же стала бессмертной. Даже если Пахмутовы и Добронравов не написали бы больше ни одной ноты и строчки, только этой песней они навсегда бы внесли себя в историю советской эпохи. Про ветры яростных атак много лет пели лучшие голоса Союза. Сегодня этот хит с удовольствием исполняют современные российские музыканты. И в Ленин, такой балабор, ты еще выйдет, а вся бы не видит. И в Ленин, такой балабор, ты еще выйдет, а вся бы не видит. А вот какие виражи на скрипках и виолончели закладывают девушки из Новосибирска. Бой продолжается даже в самом эпицентре капитализма. Посмотрите, эти парни танцуют брейк в подземке Нью-Йорка именно под советскую мелодию. Такую ностальгию по счастливому советскому детству можно понять. Ведь детство и юность советских октябрят, пионеров и комсомольцев проходили не дома, за монитором компьютера, а в постоянном общении со сверстниками, в кружках, в спортивных секциях. А летом советские школьники отправлялись в пионерские лагеря. Я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходила стуга. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили? Конечно, те, у кого были родственники в деревне, вывозили детей туда. Свежий воздух, парное молоко, речка. Но именно в лагере было по-настоящему весело. Именно в эти летние смены завязывалась дружба, которая длилась годами. Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей в юг. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Для современной молодежи это прозвучит удивительно. Но путевки в пионерский лагерь никогда не продавали. Их раздавали совершенно бесплатно. Получить их можно было за отличную учебу или иные, но обязательно выдающиеся успехи. Но самой заветной мечтой для каждого школьника была, конечно же, поездка в арте. Система вот этих детских лагерей, она носила во многом еще и важный пропагандистский характер. Что государство берет на себя не только функцию заботы о детях, но оно несет на себе важную идеологическую нагрузку. Дети воспитываются в духе коллективизма, в духе уважения к интернациональным традициям каждого народа, который входит в состав Советского Союза. И, кстати говоря, это вот детские лагеря и символ вот этих вот детских пионерских лагерей Артек, это вот один из тех пунктов, о котором с удовольствием вспоминает не одно поколение бывших советских, ну нынешних, да, бывших советских граждан. После песен на пионерского детства и юности у советских детей наступала комсомольско-институтская молодость. Сегодня уже понятно, что качество образования в Советском Союзе во многом превосходило ведущие капиталистические страны. Бьется наше знамя, горн зовет, Песня вместе с нами дойдет. Нам с наукой по пути, Мы хотим скорее расти, Над родною, за родною, Солнце сплетит. Кстати, современные выпускники российских вузов белой завистью завидуют тем, кто учился в советские годы. И даже дело не в том, что все образование в СССР было качественным и абсолютно бесплатным. В Союзе у молодого специалиста было и еще одно преимущество. После института ему не нужно было ломать голову, где работать и на что жить. А все потому, что существовала система распределения. И после вуза молодежь сразу получала место. И через пару месяцев после защиты диплома начинала отрабатывать вложенные в них государством деньги. Эту систему часто ругали. Но именно такой подход, долгое время применявшийся в СССР, позволил советскому человеку забыть, что такое безработица. Государство, безусловно, выигрывало. Это же время, когда новые стройки, новые регионы, нужны были специалисты. Ну, давайте себе представим, откуда в Западной Сибири, в болотах Тюмени, возьмутся специалисты в области нефтегазодобычи. А как бы они там оказались, распределение? И с моей точки зрения, под этим есть и, в общем, справедливость. Государство платит бюджетные деньги. А как ты можешь отработать? Три года ты по распределению, а дальше ты уже ищешь себе место, либо остаешься, большинство оставались и так далее. Студенческая пора. Едва ли не лучшая в жизни человека. Новые знакомства, друзья, веселье, сессии, романы, поездки и снова встречи, и снова яркие впечатления. Недаром ведь говорят, не был студентом, молодость прошла стороной. И неспроста. Таких насыщенных эмоций не дает ни школа, ни работа. Кстати, наши студенты – люди уникальные. В советское время каждый из них стремился найти свою точку опоры и перевернуть мир. Что никогда не мешало прогуливать пары, устраивать вечеринки, работать и в результате читать конспекты в последнюю ночь перед экзаменом. Я выучу, я смогу. Да пофиг. Тут на помощь всегда приходила богиня везения. Халява. Это давняя студенческая традиция. Удачу нужно зазвать. За долгие годы студенты довели ритуал практически до совершенства. Две минуты осталось. Две минуты. Эмоции переполняют. Всё нужно сделать точно и правильно. Знающие студенты звать халяву начинают ровно в полночь. Халява приди! Халява приди! Халява приди! Но ведь и те, кто экзамены принимает, сами когда-то были студентами. Потому случаются вот такие казусы. Смотрите, молодой преподаватель прекрасно знает традицию. Решил слегка остудить пыл халявщика. Халява приди! Халява приди! Халява не будет, говорит Трубцов. От имени Деканата Попмай, кафедры высшей математики. Ботайте! Кого завтра поймается шпаргалкой, Игорь Михайловичу буду сдавать иманово имя Кремишеву! Всем удачи! Высыпайтесь! Ведите себя хорошо! В советские времена студенты тоже пытались проскочить на экзамен. Делали шпаргалки, пытались списать. При этом про их изобретательность ходили легенды. А этот случай, благодаря Леониду Гайдаю, стал настоящей классикой. А это в связи с чем? У вас сегодня какой-нибудь праздник. Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. Студент пришел на экзамен напичканной аппаратурой. Его помощник должен был диктовать ему ответ на билет. Вот только хитрецы не учли, что профессор вовсе не лопут. К тому же он сумел оценить тягу своего студента к нестандартным техническим решениям. Значит так, за изобретение ставлю пять, а по предмету неут. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем, при нем. Как слышно, как, 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 как слышь меня. Пожалуйста. Большое спасибо. Немцы, итальянцы или американцы очень удивляются, когда узнают, как российские учащиеся ловят удачу во время сессии. Больше всего их шокируют вот такие кадры. Как в студенческих городках Адермовщинки одновременно просят сотни человек. Но если наши студенты халявой считают легко сданный экзамен, то вот в западных университетах халяву воспринимают по-другому. Например, пожить за счет пенсионеров. Когда нам рассказывают о том, как безбедно и сыто живут студенты на Западе, мы должны понимать, это правда, но далеко не вся. Безбедно и сыто живут только те студенты, которым все это оплачивают родители. Именно к этой категории студентов относятся детки наших чиновников и богатых россиян. Но сейчас не одних речь. Для остальных же студенчество это веселая, но довольно трудная работа по выживанию. И даже в таких странах, как Германия, где сложно, но можно учиться бесплатно, даже получать какую-то стипендию, это ох какой трудовой процесс. Именно поэтому в Европе столь велика доля студентов, которые подрабатывают на жизнь проституции. Из чего, кстати, прагматичная Европа не делает особого секрета. Впрочем, есть и менее экстремальные способы выживания. Например, многие студенты идут в приемные внучки или внучки. Для этого в Англии, Германии и Голландии студенты часто селятся в домах престарелых. Студенты обязаны 30 часов в месяц помогать пожилым соседям. Взамен получают комнату практически на халяву. Так эта халява выглядит в Голландии. Студент Онно, которому скоро стукнет 30, уже 5 лет снимает комнату именно в доме престарелых. Посмотрите, он готовит старикам яичницу, ставит на стол тарелки, подает вилки и ножи. Занятие, прямо скажем, нехитрое. Никакой запредельной нагрузки. Зато за месяц легко можно сэкономить 3-4 сотни евро. За такие деньги он даже готов выслушивать нехитрые рассказы соседей, которые они, забываясь, повторяют для студента по многу раз. Я и другие студенты, которые там живут, мы должны один день в неделю приглашать пожилых людей на обед. Мы рассказываем им новости, иногда и покупаем подарки. Это как пример того, что мы делаем взамен бесплатного проживания. Радость молодого человека понятна. Практически не напрягаясь, он заполучил себе бесплатную комнату. Если бы жил, как все в общежитии, пришлось бы платить. А это как минимум 200-300 евро в месяц. Но цена очень сильно меняется. От страны к стране. Хотя многие учащиеся об этом не жалеют. Студенческие кампусы в европейских университетах действительно удобные и комфортные. Смотрите сами. У нас здесь ванная. Ванная у нас совмещенная, ну, смежная с другой комнатой. Вот туда идет выход в другую комнату. Там тоже двушечка такая. Российским студентам, особенно в провинции, о такой роскоши и сегодня приходится только мечтать. Кстати, отечественные общаги тоже не бесплатное удовольствие. Вот только по уровню комфорта сильно отличаются от западных. Ау! Тут, походу, кто-то живет. Мм, смрад. Тут тебе и грязные туалеты, и отваливающаяся штукатурка, и темные коридоры, по которым без фонарика не пробраться. В таких корпусах сантехнику не меняли еще с советских времен. В душевых комнатах вместо современных смесителей два крана. Один для холодной воды, другой для горячей. В вузах поприличней, конечно, есть и современные общежития. Вот, например, такие. Ну и давайте покажу вам нашу комнату на двух человек. Комнатка небольшая, такая компактная. Стоит здесь двухэтажная кровать. Я сплю на втором этаже. Есть холодильник. Это очень круто, потому что без холодильника, конечно, сейчас тяжеловато. Но даже эти новые корпуса сильно уступают американским или европейским студенческим кампусам. Вот как у нас. Ну, типа, наш холодильник обычно. А вот так у них. В общем, мы заходим по таким карточкам. Вот, есть микроволновка в каждой комнате. Зато даже в самых убогих российских общагах наши студенты не унывают. Подумаешь, быт, грязные туалеты и маленькие кухни. Учёбе и веселью не помеха. Да не секунду, мальчик, для твоего. Только с появлением интернета такие гулянки всё чаще заканчиваются скандалами. Ведь теперь в руках каждого студента ещё и смартфон с видеокамерой. Вот так после новогодних каникул спалились курсанты Ульяновского института гражданской авиации. Парни сняли собственную версию клипа на песню Satisfaction. Видео тут же попало в сеть. Вот только откровенное видео студентов, на которых из одежды были лишь трусы и форменные фуражки, руководству вуза не понравилось. Будущих лётчиков даже собирались отчислить за аморальное поведение. Но тот же интернет их и спас. В соцсетях начался флешмоб в защиту ребят. И десятки пародий уже на их клип. Вот, например, курсантов поддержали школьницы из Владивостока. И даже пенсионерки из Питера. В итоге руководство вуза решило не ломать жизнь ребятам и ограничилось серьёзным разговором с ними. Глядя на такое неуёмное студенческое веселье, многие сокрушаются. Эту бы энергию, да в мирное русло. А вот в советские годы молодецкой удали находили достойное применение. В Союзе студенты не только учились, но и помогали родине. Выражение «отправиться на картошку» родилось именно тогда. Миллионы вузовцев каждый год отправлялись в колхозы собирать урожай. Я как бы в университете, да-да, это был институт, играл в группе, в группе, рок-группе. И мы были как раз, отрежались от, у нас это такая была преференция от института, что мы развлекали наших студентов, которые были на картошке. Но мы были тоже на картошке. И даже больше вам скажу, если мы себя каким-то образом плохо вели, нас с утра выгоняли на картошку собирать, картошку. А вечером, в отличие от студентов, которые это все слушали, мы еще для них играли. То, конечно, это были времена сегодня, вспоминаемые с самой доброй улыбкой. А еще в СССР студенты жили дружнее. Они ездили в стройотряды, на комсомольские стройки, в подшефные хозяйства на заработки. Обычно в такие командировки отправлялись летом. Главной студенческой и комсомольской стройкой в 70-е годы был, конечно, БАМ. О нем слагались песни, снимались фильмы. Лица героев стройки не сходили с газетных полос. Потому желающих попасть на стройку века было хоть отбавляем. В отделение ВЛКСМ поступали десятки тысяч заявлений от желающих получить комсомольскую путевку. Но были случаи, когда юноши и даже девушки и без путевок буквально сбегали из дома, чтобы стать строителем магистрали. У каждого поколения есть что-то свое, главное. На БАМе была особая атмосфера. Тут остро ощущалась значимость любого труда, его важность для страны. Кроме того, люди, приехавшие сюда за тысячи километров, были уверены в своем будущем. На БАМе не боялись играть свадьбы и рожать детей, поскольку одновременно с магистралью строили жилье, школы и детские сады. Тогда создавалась инфраструктура, из которой возникла та сегодняшняя нефтегазовая сверхдержава. Вот еще один важный момент. Сейчас молодежь все больше разговаривает друг с другом онлайн. В советское же время общение было живым. Парни и девушки из разных городов и республик, представители разных национальностей, вместе работали, отдыхали и, конечно, влюблялись. В СССР было даже такое интересное понятие – комсомольская свадьба. Для этого не обязательно, чтобы невесты и жених состояли в АЛКСА. Комсомольская свадьба – это когда на мероприятии официально не было алкоголя. Да его просто нельзя было ставить в бутылках на стол и вообще демонстрировать его в зале. Но на деле такой запрет на выпивку нравился далеко не всем. Поэтому использовались подсобки, черный вход и прочие помещения, которые были в банкетном зале. Ну вот большего идиотизма в своей жизни. Ну, началась… Когда это началось? Когда началась борьба с алкоголизмом. Дело несчастья нашей страны стояло в том, что секретарем по идеологии при Горбачеве был Егор Кузьмич Легачев, абсолютно абстинент, не потребляющий алкоголь. Чем это вернулось? Ну, значит, начали разливать коньяк в чайниках. Ну, коньяк так издалека от чая не сильно отличишь. Пьем чай. Вот. Начались… Ну, в общем, каким только ухищрением не прибегали. В ресторанах аналогичная ситуация. Что касается стола, то по сегодняшним меркам комсомольские свадьбы были весьма скромным мероприятием. Советские деликатесы и заграничные изыски там были редкостью. Зато всевозможные солень и варенья сколько угодно. Ну и, конечно, наши оливье, винегреты, холодцы и коры. Без этого тоже никуда. Так что голодным с таких свадеб точно никто не уходил. Тем более, что все продукты тогда были натуральными. Вот сейчас я не пью молоко. Оно невкусное, когда я пробовал. Но я помню молоко, которое я пил в детстве. Вот. Но это молоко мы покупали из бочки, которая приезжала каждое утро, там, не знаю, в 5 утра. Небольшая очередь. С бетончиками все шли. А бочка приезжала прямо с этой самой… С фермы из какого-то колхоза подмосковного. Фактически это было парное молоко. Я сейчас покупаю, ну, достаточно дорогих продуктов, покупаю в магазинах московских. Вот как ни кажется, масса фирм, масса марок дороже. А в целом этого вкуса нет. Ни в кефире, ни в молоке. Вообще качество еды в СССР было значительно выше, чем сегодня. Не было никакой химии, ГМО, пестицидов и прочих прелестей цивилизованного западного рынка. Принято считать, что советские продукты были хуже и невзрачнее, чем сейчас. Правда? На самом деле это не так. Просто они были натуральны. Огурцы были не такими красивыми, как те, что в наших магазинах сегодня, зато они пахли огурцами. А запах моего любимого придония мы узнавали не по надписи на упаковке, а по вкусу надкушенного яблока. И мороженое в сером бумажном стаканчике, хоть и подавалось без вложенных внутрь монстриков, зато было мороженым из настоящего молока, без запаха парикмахерской и без последующей аллергии. Конечно, после советского мороженого порой случалась простуда. Но для этого надо было съесть не менее 10 порций этого волшебно замороженного чуда. И прежде чем слечь с температурой, отстоять в углу, а то и отведать ласкового родительского подзатыльника. А еще, прошу заметить, была колбаса. Колбаса докторская. Советская докторская колбаса. Ну кто не помнит эту вкуснятину? Она действительно была из мяса. А ветчиной в советские времена назывался настоящий прокопченый свиной окорок. А не соевый фарш с искусственными ароматизаторами, как сегодня. Да, может помидоры были не такими красивыми, как сегодня. Зато они были вкусными. И они пахли помидором. А помните синенькую и невзрачную на вид советскую курицу? Неказистые с виду наши синенькие курочки никогда не знали, что такое антибиотики и гормоны роста. А хлеб? Этот простой советский батон. Каким запахом он манил нас, покупателей? А есть ли этот свежий батончик, да еще со стаканом настоящего молока, что продавалось в таких треугольных пакетиках? А еще эти огромные вилки с двумя зубчиками, которыми в булочных мы определяли сегодняшний хлеб или вчерашний. Сегодня об этом приходится только вспоминать. Все потому, что качество советской, пусть и не блестящее на вид еды, обеспечивалось системой ГОСТов. И каждый производитель обязан был их строго соблюдать. Что такое подделка или левая колбаса, в Союзе просто не знали. У меня мама была начальником первого в Москве майонезного цеха. Вот. И вот я очень хорошо помню, как она по вечерам, значит, вот нервничала там, что у них для закладки вот на линию, чтобы выпустить новую партию майонеза, например, немножко не хватает яичного порошка. Ну, там она сидела, считала. И она говорит, ой, что же делал, что же делал? Я говорю, ну, не доложить. Она говорит, как не доложить? Ты что? Это же ГОСТ, это преступление. Мы не можем не доложить. Надо усмежников одолжить. Сейчас у наших производителей раздолье. Они сами устанавливают себе непонятные для покупателя нормы. А есть большинство современных продуктов попросту невозможные. Они не просто пластмассовые на вкус, но и вредные для здоровья. Гамбургеры, чебуреки, беляши, хот-доги, шаурма и другие фастфудовские лакомства часто готовятся из просроченного или некачественного сырья. А ведь еще там полным-полно химических добавок и просто мусора. Вот блогер из Красноярска чуть не сломал зуб, откусив кусочек от такой в кавычках еды. Вот она, кость, смотрите. Она прям реальная кость. Однако предъявлять претензии продавцам фастфуда не менее опасно. Ведь на критику они могут отреагировать и вот так. Ты че? Что ли? Или вот так, выскочить на разборку с недовольным клиентом, прихватив нот, которым только что резал мясо. Че орет меня? Че орет меня? А? Че орет меня? А? А вот фастфуд по-советски. Различные заведения общепита выгодно отличались от нынешних кафе и ресторанов быстрого питания. Сегодня граждане бывшего СССР с удовольствием вспоминают столовые на предприятиях, в институтах, да и просто уличные кафе. Посмотрите, это обычная советская столовая. Кадры сняты в 80-е. Может на вид это и не так красиво, как современные рестораны или западные кафе, зато этот обед состоял из натуральных продуктов. Самое простое меню. Борщ или гороховый суп на первое. Пюре и котлеты на второе. И разумеется, компот и булочка. А компот? В Союзе большинство студентов питались именно в таких столовках. Выбор небольшой, зато вкусно и главное, недорого. Вся смена блюд в советском общепите обходилась в 30-40 копеек. А когда студенты гуляли, они выбирали кафешки или пельменные. В такие места даже с девушками приходили на свидание. Удивительно. Но современный мир, который нам кажется добрым и уютным, в котором все друг друга улыбаются, жалеют инвалидов, гордятся дружбой с даунами, осуждают насилие и упаси бог сказать что-нибудь против однополых браков. Именно в этом мире большая часть граждан планеты страдает от средневекового насилия, нищеты и голода. И это не фигура речи. Если вы имеете возможность выбросить недоеденную пиццу или просроченный кефир, знайте, очень многие жители планеты Земля, такие же люди, как мы с вами, мечтали бы доесть наши с вами объедки. Вы только вдумайтесь, сегодня, когда человек живет на околоземной орбите, а марсоходы бороздят просторы далекой планеты. Когда вы мечтаете о новой машине или планшете, когда мы тратим кучу денег на совершенно бесполезные и необязательные вещи, один миллиард человек, то есть каждый шестой человек планеты, просто голодает. И пределом его мечтаний является недоеденный вами кусок пиццы. Что я этим хочу сказать? Было время, когда было государство, единственное за всю историю человеческой цивилизации, в котором не было нищих и голодных. Вообще. И этим государством был Советский Союз. Кстати, во времена существования СССР молодежь заводила знакомства вовсе не в соцсетях. Лучшим местом для первой встречи были танцы. Об этом знали все. И даже в кино режиссеры часто сводили своих героев именно на танцплощадке. Разрешите? Разрешу. А в фильме «Большая перемена» есть такой персонаж. Генка Ляпешев. Так вот, он часто прогуливал вечернюю школу, потому что учебе предпочитал танцы. А там и музыка, и красивые девушки. И можно, как сейчас говорят, отрываться по полной. Ген! Люся! Генка куда? Учиться, понимаешь, Петрикин в школе. Если узнает, мне придется с завода уходить. Конечно, на танцах не только искали новых знакомств. Это было еще и настоящее развлечение. Туда приходили большими компаниями. А студенты целыми курсами. В общем, жизнь студента в СССР была яркой и насыщенной. Еще и потому, что в вузах получали не только знания. Здесь находили настоящих друзей. Ведь человек, с которым ты сидел на лекции, жил в одной комнате в общежитии и строил коровник в подшефном совхозе, становился почти родным. Недаром считалось, что нет ничего крепче именно студенческой дружбы, закаленной советской действительностью. Ситуация абсолютно нормальная. Тогда основным посылом общения между людьми была солидарность. А сейчас конкуренция. Сегодня массовые выезды на картошку скорее редкость. Хотя в последнее время это советская традиция, пусть и медленно, но возвращается в российские вузы. Причем сегодня сельхозработы уже не воспринимаются молодежью, как обеззаловка и принудиловка. Студенты даже рады тому, что попали на картошку. Взгляните на ролики, которые снимают и размещают в интернете сами студенты. А вот так испытания картошкой проходят студенты из Питера. Вот она, родимая картошечка, которую студенты собирают именно сейчас своими руками. У других такого нет, а у нас есть такая возможность насладиться этим всем. Такие поездки – отличная возможность познакомиться с однокурсниками, повеселиться, но и помочь в сборе урожая. Я люблю картошку! Ну а больше всего современным российским студентам наверняка запомнились Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. Туда добровольными помощниками приехали более 25 тысяч человек. И почти 70% – это как раз студенты. Для этого ребята прошли специальное обучение. Они помогали спортсменам, гостям, судьям, организаторам. Но главное – они своими глазами увидели этот грандиозный спортивный праздник. А в свободное время и сами успели погонять на горных лыжах по великолепно подготовленным склонам. А вот и красочное закрытие, которое мировые СМИ признали лучшим в истории Олимпийского движения. На глаза просто наворачиваются слезы. Тут и наши победы, и грусть, что приходится расставаться со своими новыми друзьями. Даже Мишка пустил слезу. Кстати, это тоже пришло из СССР. Вот этот улетающий Мишка. Ведь у родителей сегодняшних российских студентов тоже была своя Олимпиада. И то закрытие, которое навсегда вошло в историю. А как же не хотелось тогда расставаться с этим великолепным праздником. Помните? До свидания наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Помню, как этого Мишка, улетевшего из Лужникова, потом нашли зацепившимся за дерево где-то поближе к метро Ленинские горы. Тогда казалось, что Советскому Союзу нет сноса. А планы Бжезинского, которыми нас так пугали еще в те годы, казались политической фантастикой. Но как можно развалить ядерную державу с колоссальными природными ресурсами и многовековой традицией ломать хребет любому противнику? Как? Но случилось невероятное. Все пункты из директивы Бжезинского оказались выполнены. Советская империя самоликвидировалась. Потеряла четверть своих территорий. Пошла по миру с протянутой рукой. Вы только представьте, какой, если вдуматься, страшный и трагический путь прошла наша страна всего за 30-ка лет. От Олимпиады Московской в 80-м году до Олимпиады Сочинской, а потом и до нашего анонимного участия в Олимпиаде в Пхенчане. Как и на Сочинскую зимнюю, на Олимпиаду 80 тоже отбирали лучших из лучших. Своих делегатов отправляли комсомольские организации со всего Союза. Вообще, за время существования комсомола членами организации были более 200 миллионов человек. И число комсомольцев в СССР постоянно росло. Так, к началу 80-х в рядах ВЛКСМ одновременно числилось более 40 миллионов. Колоссальная цифра. Специальным поездом сюда на стройку СЭФ приехали 410 комсомольцев. Понятно, что принцип «берем только достойных» постепенно сходил на нет. К началу перестройки комсомольцами становились буквально все подряд. В погоне за цифрами руководство организации потеряло в качестве кадров. Хватит. Ответьте, почему вы мечтаете стать членом всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи? Чё? Именно в 80-е некоторые комсомольцы начали заниматься бизнесом. В основном это были кабинетные карьеристы. Они не ездили на ударные стройки века вроде БАМах. А летом вместо работы в стройотряде предпочитали отдыхать на черноморских курортах. Зато они поняли, что труд комсомольцев в стране востребовала. Так появились шабашки. Бригада сформирована и в обход официальных стройотрядов. Их бойцы уже не думали о стране. Главная задача – заработать. А вот настоящие организаторы этого движения сидели в тёплых креслах райкомов и обкомов комсомола. Наиболее бойкие и дошлые начали создавать хозрасчётные структуры. Человек, как в России известный, Михаил Борисович Ходорковский, первую себе бизнес-структуру создал ровно на, он был членом бюро, если я не ошибаюсь, с БАМомского райком комсомола. Это всё, каждый выбирал себе путь. Одни хотели зарабатывать деньги и считали, что вот пришло хорошее время, а другие считали, что надо служить стране. Некоторые весьма активные комсомольцы подсуетились и прикарманили лакомые куски собственности исчезнувшего союза. Позже эти господа стали богатейшими людьми бывшего СССР. Пусть ответят и те, что пришли вслед за вами вышивать из народа и радость и грудь, и свободных славян обратили ровами и в тюрьму превратили в великую Русь. Это кадры последнего 22-го съезда, на котором было принято решение Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи распустить. В истории нашей организации было и светлое учёное. Нам есть с чего встретиться, но есть немного позитивное. Мы были такими, каким было в обществе. Нужны новые молодёжные организации. И уходя с политической арены, в ЛГСМ должен выполнить свой последний долг. Начать цивилизованный, правовой, подлинный демократический перевод в качественно ином молодёжном движении. Но ничего нового на развалинах Комсомола, как вы знаете, так и не было создано. И это была ещё одна трагическая ошибка новой России. Мы одним махом отказались от того, что сами строили так долго и с таким трудом. Стал капиталистом коммунист из Госкино. Вместо фильмов о чекистах рекламирует порно. А вот в некоторых странах власть оказалась мудрее. И несмотря на крушение СССР и Советской коммунистической партии, там не стали рубить с плеча. Так что там и по сей день на праздниках маршируют и пионеры, и комсомольцы, и даже октябрята. Кстати, вы знаете, что даже в Штатах пионерская организация существует. Да-да, вы не ослышались. Это Скауты. Самая большая детская организация США. В её составе около трёх миллионов бойскаутов. Бойскауты Америки – это классная организация. И она станет лучше, если позволит девушкам, которые составляют половину населения, стать частью их программ. Это внесёт разнообразие в ряды бойскаутов и сделает их программу лучше. Мы скажем вам большое спасибо. Я прошу вас купить немного печенья. Вот только в отличие от советской пионерии, бой и герлскауты в США вовсе не бескорыстные ребята. Как и всё на Западе, это бизнес, в котором сегодня крутятся сотни миллионов долларов. Наиболее известной формой добывания денег для герлскаутов является печенье со скаутской символикой. Производится оно, естественно, в промышленных масштабах. По статистике, каждая американская семья как минимум раз в год покупает это печенье. А девочки, члены скаутских организаций, вовсю соревнуются в том, кто больше продаст. В год выходит почти 700 миллионов чистой прибыли. Согласитесь, это совсем не похоже на то, чем занимались в Союзе тимуровские отряды. А вот посмотрите, это ежегодный слёт американских скаутов. Обратите внимание, как много тут военных и техники. И это не случайно. Подготовленные скауты желанный приз для зазывал из Национальной гвардии. Они специально приезжают на мероприятия. Агитируют юное поколение вступать в армию. А это Китай. Кадры сняты туристами в одном из парков Шанхая. Эти ребята в голубой униформе – местные пионеры. В отличие от нас, в Поднебесной от пионерии не отказались. Удивительно, но в капиталистическом с точки зрения экономики Китая остались и пионеры, и, разумеется, коммунистическая партия. Несмотря ни на что, отказываться от коммунистической идеологии в Пекине не спешат. Там до сих пор проводят помпезные партийные съезды. А еще в КНР есть аналог нашего советского комсомола. Коммунистический союз молодежи Китая был создан в далеком 1922 году. Планировалось, что это будет кузница кадров для Компартии Китая. В китайский комсомол принимают девушек и юношей, начиная с 14 лет. Вся сегодняшняя элита Китая, посмотрите, политбюро, они откуда все вышли. Нет ни одного человека, который бы не прошел через значимую инфраструктуру комсомола. Кто не показал себя в комсомоле лидером, хоть он, будь ты, принцем наследным, не имел бы никаких шансов продвижения. У нас долгое время так было. Когда человек заканчивал карьеру в комсомоле, там начинал сам большой прыжок в карьере. А это дом пионеров во Вьетнаме. Эта страна и сегодня живет по законам марксизма-ленинизма. Вьетнам продолжает строить коммунизм. На улицах вьетнамских городов много школьников с красными галстуками, в белых или зеленых рубашках. Правда, во Вьетнаме далеко не каждый сможет стать пионером, а только отличник с хорошим поведением. А это уже соседний Лаоц. И тут тоже живо пионерское движение. Например, эту процессию туристы сняли в крохотной деревушке в 20 километрах от Луанг-Пхабанг. Под барабанный бой пионеры шли из буддийского монастыря. Правящая в стране с 1975 года народно-революционная партия Лаоса – коммунистическая партия. Тут она обладает всей полнотой власти. По всей стране очень заметна коммунистическая символика. В лаосских школах проходят линейки «Торжественное поднятие флага». В Лаосе пионерская организация называется «Пионеры 2 декабря». Она была создана 43 года назад и существует по сей день. Это Пхеньян. Очередь в один из лучших в мире дворец школьников. Люди пришли на пионерский концерт, посвященный лидеру КНБР Ким Чен Ыну. Дворец был полностью реконструирован в 2015 году. Посмотрите, вот так в северокорейской столице прошло его торжественное открытие. А вот как этот дворец выглядит изнутри. Действительно сказка. Тут несколько огромных концертных залов. Бассейн с вышками для прыжков в воду. Спортивный зал. И много помещений, в которых размещаются различные кружки и студии. Портреты Кимов висят в каждом классе. Вот занятия в музыкальной школе. А это танцевальная студия. Те, кто хоть раз искал в интернете настоящее видео из Северной Кореи, знают, что его в сети очень немного. Тем более удивительно, что кадров с корейскими детьми в сети предостаточно. Власти КНДР охотно демонстрируют миру все, что связано с молодежью, пионерами, их учебой или занятиями спорта. Кстати, пионерская организация Северной Кореи называется просто «Детский союз». Северной Корейцы очень быстро учатся. Кстати, это вот на примере Олимпиады в Пхенчхане нынешней очень хорошо видно. И почему не использовать хороший опыт старшего брата нашим внешкольным воспитанием, потому что закладывается это все в человек в детстве. Ну, они абсолютно правильно делают, что таким образом поступают. И совершенно правильно делают то, что пиарят эти вещи, потому что на фоне убийств в американских школах, да и не только в американских, а в наших в последнее время, на фоне катастрофического состояния молодых умов во всем мире, конечно, это выглядит достаточно привлекательно. Пожалуй, только сейчас мы начинаем по-честному вспоминать, как было устроено детское образование и детское воспитание в Советском Союзе. Спотыкаясь на колдобинах единого госэкзамена, чертыхаясь в рукав, чтобы дети не услышали от стоимости детского отдыха, вздрагивая от ужаса, предпросмотрит детских мультсериалов, которые, если приснится ночью, то и взрослые окосеют от ужаса. Я уж не говорю о новых традициях наших школ. На экзаменах и камеры слежения, и металлоискатели, и обыски. Какой там праздник знаний? Не хватает только спецназа с автоматами до овчара. До чего же мы докатились в наших бесконечных школьных экспериментах, что к своим же детям на выпускных экзаменах мы относимся как к малолетним преступникам? Какой жизненный урок они получат, если от сдачи ЕГЭ явственно пахнет камерой или антитеррористической операцией? Вчерашние подростки, наше будущее, наша надежда, они еще ничего не сделали, а им уже не доверяют. Все они поголовно подозреваемые. Кто после такого унижения вспомнит свою школу добрым словом? И кому нужна объективность такой ценой? Потому и вспоминаем мы сегодня добрым словом времена комсомольского прошлого. Оно там, может, было и не сильно вольно, но на круг пользы для детей было больше. Это факт. Белоруссия. Похоже, единственная страна бывшего СССР, где октябрята, пионеры и комсомольцы существуют по сей день. Правда, немного поменяли символику. Например, галстуки сделали двухцветными, красно-зелеными, под цвета флага страны. Я желательно обещаю, мы в городе честно и справедливо. Белорусская республиканская пионерская организация, в которой почти 600 тысяч членов, сохранила и Тинуровское движение, и Зорницы, и даже пионер-болл-школа. Сегодня в стране около трех тысяч пионерских дружин. Ну, давайте с Белоруссией разберемся. Белоруссия – это была практически единственная республика, где не было коррупции, подпольных миллионеров, подпольного предпринимательства и так далее. Почему? Правили партизаны. Элитой Белоруссии – это были ветераны партизанского движения. И попытка первого президента Белоруссии начать это все рушить кончилась тем, что не стало этого первого президента Белоруссии, а пришел на пост, какой-то вполне себе насквозь советский человек. Все, так сказать, вполне органика восстановилось. Конечно, сейчас белорусские пионерии комсомол уже не несут той политической нагрузки, которая была при СССР. Сегодня эти организации скорее учат детей труду и дружбе. Зато кто такой Владимир Ильич Ленин в Белоруссии знает каждый октябренно, несмотря на то, что его портрета уже давно нет на символике этих организаций. Обидно, что в других бывших республиках Союза пионерские и комсомольские организации под строгим запретом. На Украине вообще все, что связано с коммунистическим прошлым, вне закона. За красный галстук или флаг Союза там можно и срок получать. Так что миллионам людей, рожденным в СССР, когда-то прошедшим через советские детские и молодежные организации и не поддавшимся антироссийской истерии, остается лишь с грустью вспоминать свою молодость. Смотреть в интернете вот такое видео и смахивать слезы. Первый iPhone и первый iPad Беспроводной первый наш интернет И первый шопик, и первый кэш Первый чизкейк, а к нему первый фрэш Сегодня многочисленные опросы показывают. Многие, если не большинство граждан бывшего СССР, испытывают ностальгию по тем временам. Вы удивитесь, но даже в странах, где все советское чуть ли не карается законом, простые люди умудряются напоминать себе и другим об СССР. Например, даже в декоммунизированном Харькове, в одной из типовых многоэтажек, и сегодня существует кусочек Союза, Владельцы сами решили превратить свою доставшуюся им по наследству жилплощадь в музей СССР. Всем, кто сюда забредает, совершенно бесплатно покажут настоящий ламповый радиоприемник Харьков, швейную машинку Зингер и полное собрание большой советской энциклопедии. И это тоже явная ностальгия по Советскому Союзу. А это уже Латвия. Отношение местных властей и в целом Прибалтики ко времени, когда страны входили в состав СССР, общеизвестно. Приходится лишь удивляться, что недавно в Латвии появился свой СССР. Такое необычное имя получил эко-поселок. И это в стране, где все советское под тотальным государственным запретом. Более того, за подобное имя владельцам поселка, скорее всего, придется заплатить штраф. Но они готовы даже к этому. Кстати, покупателей столь необычное название не отпугнуло. Буквально за несколько дней половина участков тут же были проданы. Получается, это не просто ностальгия. Это своеобразный протест жителей Прибалтики против того, что сегодня происходит в этих странах. В странах Балтии все время повторяют историю про советскую оккупацию. Хорошо. Если оккупация и была, то она была довольно странной. Сколько за время этой оккупации было построено на оккупированных территориях фабрик, заводов, электростанций? Загибаем пальцы. Прибалтийская и эстонская Гресс. А это крупнейший в мире Гресс на сланцах. Новоталинский морской порт в Эстонии. Я уж не говорю про национальную культуру, национальные языки, национальную литературу. И еще одну. Покажите мне еще одну такую оккупированную страну, которая на блюдечке получила государственность, да еще вместе с имуществом, которое, между прочим, принадлежало всему Союзу. Они же когда уничтожали вот эти экономические связи с Советским Союзом, они же торопились. Берите там побольше независимости, сколько унесете. А потом, правда, выяснилось, что у тебя ничего не работает, потому что вот основное производство там, а у тебя тут, условно, только сборка. Это же не только там, условно, Прибалтика, Грузия, Украина. Там и на Южном Кавказе то же самое произошло. Там вот ереванские автобусы, которые собирались. Ну и что? Где они? Потому что выяснилось, что там половина деталей с Украины, а вторая половина с Российской Федерации. И все, и не работает. Поколение, рожденное в СССР, ностальгирует по Союзу еще и потому, что в первую очередь вспоминает свое советское счастливое детство. Хотели бы вы вернуться в СССР? Наверное, да. Положительная память детства. Скорее всего, да, потому что СССР связано с моим детством, и эти воспоминания о детстве. Жители бывшего СССР вспоминают о качестве жизни, реально бесплатной медицине и образовании. Вспоминают оплачиваемую работу, бесплатное жилье и то, что спокойно могли смотреть в завтрашний день. Но главное, о чем вспоминает старшее поколение, и чему сегодня завидуют молодые люди, советское государство давало квартиры. Мало того, в СССР люди получали квартиры бесплатно. Конечно, сначала это были малосемейки. Дома, где все квартиры были однокомнатными и небольшими. Зато своя кухня, своя ванная. Да. Семье из трех человек вполне сгодится. А еще важно, что молодая семья могла уже жить не с родителями, а строить свой собственный быт. Возможно, кто-то помнит, что все квартиры в Союзе были не честными, а государственными. Но это скорее юридическая сторона дела. Да, продать такую квартиру было невозможно. Зато ни вас, ни ваших детей и даже внуков никто не мог выселить на улицу. Во-первых, то СССР было то, что мы сегодня называли социальное государство. Собственно, СССР и ввело в мире понимание широкой социальной ответственности государства перед своими гражданами и решение всех значимых для граждан социально-экономических проблем. Так было продекларировано. Если семья увеличивалась, люди вставали в новую очередь. В СССР квартиры распределяли согласно количеству человек в семье. С одним ребенком двушку, с двумя детьми уже трешку. У тех, кто хорошо зарабатывал, была возможность построить кооперативную квартиру. Тут все было просто. На предприятии или в городе создавался жилищный кооператив. Он получал суду от государства или от завода и начинал строить дом. Желающие приобрести такое жилье вступали в кооператив, выплачивая вступительный пай и ежемесячные взносы. В некотором смысле это было похоже на современную ипотеку. Однако с важным отличием. Не было грабительского процента, который сегодня требуют банки. Двухкомнатная квартира, очень качественный жилой дом, славянский бульвар, правительственные трассы и так далее. Это стоило первый взнос полторы тысячи рублей. Это было немного. А помните, как выглядела в 70-е годы стандартная советская квартира? Модная обстановка тех лет – это торшер, два кресла с расставленными ножками, тахта, телевизор и полированный сервант с ореховым шпоном. Желательно румынского производства. Не хочу, да? Сотрясается ведь он. Угол его. Ага. Вот так. Это и мое место. Ты знаешь, Полинка, мне сервант этот проклятый два года подряд снился. Хорош. Хорош. Согласитесь, сегодня дети и внуки тех, кто вот так даром получал от советского государства квартиры, завидуют своим родителям. И с годами к нам приходит понимание, что советское жилье было не таким уж плохим. А ведь в начале 90-х мы только и делали, что ругали его. То за маленькие кухни, то за плохую планировку. Но все, как говорится, познается в сравнении. Так это стало быть, ты тут живешь? Да, хорома-то тесная. Ну, конечно, не царские палаты. Да, конечно. Все-таки отдельная квартира. К тому же сейчас для молодых семей часто именно бабушкина жилплощадь является начальным капиталом. Сегодня это наследство можно спокойно продать и купить новую квартиру побольше, да попросторнее. Кстати, сегодня квартира россиян ничуть не хуже, чем на Западе. Более того, уже у многих жителей Запада появляется повод завидовать. И есть чему. Посмотрите, перед вами новый тренд европейского рынка недвижимости. Квартира площадью всего 8 квадратных метров. И находится она не где-нибудь в лагере мигрантов Кале, а в престижном центре Парижа. Невероятным образом в этих апартаментах умещаются и кухня, и гостиная, и спальня. Правда, кровать расположена в шкафу на антресоле. Есть даже душ, совмещенный с туалетом, где с удобством разместится разве что какой-нибудь гном. Вы не поверите, но в подобных коморках живут сегодня многие свободные европейцы. Под жилища приспосабливают не только крошечные комнатушки, фургоны и подвалы, но даже бывшие конюшни и голубятни, гордо называя все это модным словом «лофт». Взгляните, это известный испанский дизайнер Христиан Шалярд. Прославился он тем, что переделал полуразрушенный чердак, в котором когда-то жили голуби, в квартиру трансформер с кухней, спальней и даже террасой. И это при том, что площадь жилища всего-то 24 квадратных метра. Знаете, вы можете опустить стол и превратить все это дело в большую кухню. Ставим поддержку и опускаем столешницу. Она довольно тяжелая. Ставим. Посмотрите, вы на самом деле можете отжиматься, делать упражнения на бицепс и трицепс, а потом положить вниз. А что делать, если нормальное жилье в Европе не по карману? Вот и приходится европейцам обживать чердаки да голубятни. Хотя чего греха таить, проблема с жильем есть и в нашей стране. Хрущевки и Брежневки сегодня многим кажутся вчерашним днем. Но в свое время такое строительство решило квартирный вопрос многих советских граждан. Темпы были ударные. Только представьте, в лучшие годы в СССР строили по 50 миллионов квадратных метров жилья в год. Возводили целые микрорайоны. Деревня Черемушки дала свое имя всемирно известным московским новостройкам, которые расположились на юго-западе нашей столицы. Теперь чуть ли не в любом советском городе есть свои черемушки. В былые времена, когда человек попадал в какой-нибудь незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг все было чужое. Иные дома, иные улицы, иная жизнь. Зато теперь совсем другое дело. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как дома. Это может показаться невероятным, но подобный социальный эксперимент с типовым строительством для пролетариата был даже в Соединенных Штатах Америки. Взгляните на эти фотографии. Может показаться, что на них запечатлен типичный квартал в каком-нибудь городе Советского Союза. На самом деле, так выглядел первый и единственный район США, построенный по принципам типового домостроения. Этот социальный жилой комплекс для рабочих семей был возведен в середине 50-х годов прошлого века в Сент-Луисе. Он назывался Прюит-Игоу. А вот сами жители в шутку называли свои дома пентхаусами бедняков. Квартал состоял из 33-11-этажных типовых зданий. Здесь проживало 12 тысяч человек. По сравнению с соседними трущобами, Прюит-Игоу был раем для местных жителей. В квартирах было электричество, водопровод. Во дворах зеленые парки и детские площадки. Словом, все как в СССР. С помощью строительства таких районов власти США хотели решить проблему жилья для среднего класса. Здесь они могут жить в совершенно новых зданиях с большими дворами. Поначалу в процветающем квартале мирно уживались негритянские белые семьи. Люди исправно платили по счетам и радовались хоть и небольшим, но уютным квартирам. Однако вскоре район начал превращаться в классическое негритянское гетто. Дворники перестали убирать мусор, а полиция отказывалась приезжать на вызовы. В конце концов, массовая неуплата счетов привела к коммунальному коллапсу. Район был признан зоной бедствия. К тому моменту благополучные семьи свои квартиры покинули. А освободившуюся жилплощадь заняли наркоманы и бомжи. В 1974 году жилой комплекс Плюэд и Гоу снесли. Так в США провалился первый и единственный социальный эксперимент. Обеспечить рабочий класс недорогим жильем. В советское время все было принципиально иначе. В 70% случаев квартиры получали бесплатно. Существовала различная категория людей, населения, специалистов. Соответственно, различные категории очередей, по которым выдавались квартиры. Там обеспечение жильем было стопроцентное практически. Поэтому, конечно, вспоминая те годы, многие понимают, что там рано или поздно жилье можно было бы получить. Сейчас, учитывая колоссальные цены на жилье и достаточно невысокие зарплаты, опять же, именно в регионах, в провинциях и так далее, можно всю жизнь копить на квартиру и так ее не заработать. Вряд ли мы задумываемся над этим удивительным фактом. Но сегодня Россия занимает в мире первое место по количеству жилья, которое находится в собственности самих жильцов. Я серьезно. Сегодня, по данным Евростата, 85% всей российской недвижимости находится в собственности тех, кто в этой недвижимости живет. Пусть это убитая хрущевка, пусть там не все в порядке с канализацией, но это твоя квартира. Твоя. Жилищная приватизация 90-х годов превратила миллионы бывших советских граждан в собственников. И это, поверьте мне, чудо. Ни в одной стране мира вы такого не встретите. Иметь собственное жилье в любой стране – это признак богатства, которое дано далеко не каждому. Большая часть рядовых граждан Америки, Европы жилье арендуют. Там, конечно, собственник сильно ограничен в возможности надавить на жильца. Но там очень просто оказаться на улице за просроченную квартплату, пустив предварительно с молотка нехитрый скар. И это считается нормальным. Заплати и жили. Ничего личного. Потому-то так трепетно относятся к деньгам на Западе даже очень состоятельные люди. Потому-то у них в такой невозможный культ возведена экономия. Помните, как там у Рязанова? У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Жилье там стоит дорого. А стоимость коммуналки вообще не идет ни в какое сравнение с нашей. А вот многие европейцы не могут позволить себе не только иметь собственные квартиры, но даже арендовать жилье. Все потому, что оно обходится слишком дорого. Например, вот за эту квартиру площадью 50 квадратных метров на окраине небольшого города Германии арендатор платит порядка 800 евро в месяц. Это примерно 51 тысяча рублей. Похожее жилье где-нибудь в Мюнхене или Берлине обойдется на порядок дороже. Наиболее низкая цена аренды в пределах МКАДа – это где-то 20-25 тысяч рублей за однушку или студию. Если брать квартиру побольше для семейного проживания, двух-трехкомнатная квартира, то стоимость аренды – это где-то 35-40-50 тысяч рублей. То есть это где-то как раз 600-800, может быть, до 1000 евро. Это вот цена аренды как раз аналогичной квартиры не элитной, не в самых дорогих местах, а вот в пригороде очень многих европейских городов. По-настоящему грабительской в Европе считается и коммунальная плата. В съемном жилье, засвет, отопление и прочие блага цивилизации придется отдавать в среднем по 120 евро в месяц. А в собственной квартире счет за коммуналку будет уже в три раза больше – около 350 евро. К примеру, в Москве один киловатт электричества стоит чуть больше 5 рублей. В Берлине или Мюнхене тот же киловатт обходится потребителям в 30 евро центров или 20 рублей. Сколько люди платят в месяц за электричество? Мы платим 49 евро. 49 евро. Отопление в Германии – это вообще непозволительная роскошь. Батареи не включают централизованно, как у нас. В каждом многоквартирном доме есть своя котельная. А в самих квартирах на всех батареях стоят термостаты и вот такие счетчики тепла. А потом счастливым обладателям квартир приходят счета, от которых мороз по коже. Ну вот, например, мы платим за отопление 199 евро в месяц. 199 евро в месяц. 199 евро в месяц. При том, что мы включаем отопление только зимой. Всего батареи в доме 6 батарей. Вот, если 3 включить на троечку, то когда на улице 0, плюс 2, минус 2, будет тепло. И это стоит 199 евро в месяц. Ап! Но с теми, кто не желает платить, разговор короткий. Квартирку могут отобрать и пустить с молотка. Вырученные деньги пойдут на погашение долга за коммунальные услуги. Сдачу, конечно, вернут. Все же, как-никак, цивилизованная Европа. Собственно, проблема, насколько я понимаю, в первую очередь одна дорогая коммуналка. Коммуналка у них реально дорогая. Я неоднократно слышал в ряде стран. Ну, скажем, в Англии там традиционно, там спартанское воспитание, эти раздельные краны и так далее. В той же Испании безумные счета за тепло и электричное, условно говоря, там на трехкомнатную квартиру, там, ну, 400 евро или что-то в этом духе. Или даже 700 евро, я не помню. Вот. И, соответственно, там очень бережно подходит к расходованию этого всего хозяйства. Вот и наши соседи на Украине пытаются внедрять повсюду европейские скандарты. Правда, в Европе зарплаты с каждым годом выше, а у жителей незалежной растут только тарифы на коммуналку. Причем в разы. Теперь счета на услуги ЖКХ приходят украинцам вполне европейские. А потому народ выживает. Благодаря лишь собственной изобретательности. В моду снова вернулись дроба, буржуйки и ветряные мельницы. Взгляните, это украинский журналист и блогер Богдан Цкаврон, который придумал оригинальный способ сэкономить на коммуналке. Он посоветовал своим соотечественникам зарегистрировать свои жилища как домашние церкви. Оказывается, по закону, религиозным организациям на Украине предоставляется скидка на коммунальные услуги в размере 500 гривен. В пересчете на наши деньги это тысяча рублей. Согласитесь, неплохое подспорье для пенсионера. Украинцы из тех, кто побогаче, устанавливают на крышах домов солнечные батареи. А отопление обеспечивают за счет вот таких грунтовых тепловых насосов. Земли берет температуру постоянно круглый год порядка 7-8 градусов. И она по этому коллектору качает это тепло в дом. А там тепловой насос в доме, он преобразует эти 7-8 градусов, он преобразует их в тепло 45. И мы полностью отказались от отопления газом. Огромные счета за электроэнергию заставили проявить смекалку и этого жителя Херсона по имени Павел. Он создал ветряную электростанцию, а точнее плавучий ветрогенератор, способный выдавать до 10 киловатт в час. Правда, для этого его необходимо запустить в море. Ведь ветер на воде дует сильнее, чем на суше. Конструктор уверен, благодаря чуду агрегатов местные жители смогут здорово сэкономить на электроэнергии. Особенно в отопительный сезон. Но все равно киловатт выходит в два раза дешевле, чем что-то вот на рынке. А это обыкновенные дрова. Забытый тренд, который снова вернулся в моду на Украину. Сегодня ими отапливают жилища даже те сельские жители, у которых в домах давно проведен газ. Но из-за неподъемных цен людям пришлось снова строить в домах печи и заготавливать дрова. Две машины мы брали дров. 800 гривен машина. Ну, такие вот ходы дрова. Из лесу брали. Россиян порой забавляют подобные ролики. Но проблема в том, что и с квартирным вопросом, и с коммунальным хозяйством у нас тоже в последние годы ситуация как-то не очень. Взгляните, вот такую видеоподборку собрали этой зимой жители Уфы. А безобразная работа сотрудников коммунальных служб. Вот дворник, чистивший крышу, кидает лопату прямо на припаркованный внизу легковой автомобиль. Вот тут тоже скинули снег и лед, настоящие возле здания машины. Здесь был замечен тракторист, который вместо расчистки дорог в холостую накручивал спидометр. А вот старушка, которая, заменяя уборщиков, сама топором делала ступеньки возле обледеневшего перехода. А это уже напугали местных жителей коммунальщики в Омске. В разгар февральских метелей они стали завозить в центр города грузовики со снегом и разбрасывать его по центральным улицам. Позднее чиновники объяснили, что таким способом пытались спасти от вымерзания цветы на клумбах. Но знающие люди уверены, главная беда российского ЖКХ в том, что встав на рыночные рельсы, развивается оно по западной модели. Тарифы увеличиваются, расходы населения тоже. А вот качество услуг оставляет желать лучшего. К тому же ЖКХ для многих чиновников на местах – это настоящее золотое дно. Откуда капают денежки и зимой, и летом? Вообще-то к своим квартирным проблемам россияне пока относятся весьма спокойно. Снимают видео, жалуются на коммунальщиков в соцсетях. А вот нашим соседям в зажиточной Европе уже давно пора за голову хвататься. Вы удивитесь, но по сравнению с английскими квартирами, наши скромные провинциальные хрущевки – это царские хоромы. Посмотрите, вот это жилое помещение площадью 18 квадратных метров в Лондоне, гордо называется «домом». Раньше здесь был цветочный магазин, но после небольшой перепланировки он превратился в так называемую «вертикальную квартиру». Это когда кухня внизу, а спальня где-то под потолком. Но самое удивительное – в этой квартирке живет не какой-то одинокий студент, а целая семья с пятью детьми. Где же они спят, спросите вы меня? Они спят в дополнительной спальне, которая находится здесь. Здесь две кровати, которые спрятаны прямо в полу. Правда, купить даже такой крошечный дом не может позволить себе большинство жителей Великобритании, поскольку цены на недвижимость космические. Вы удивитесь, но этот дом был продан за 275 тысяч фунтов стерлинга. Это 20,5 миллионов рублей. И это не предел. Взгляните, вот самая маленькая квартира в мире. Только представьте, ее площадь всего 5 квадратных метров и 40 квадратных сантиметров. Однако самая поразительная даже не размер, а цена квартиры. Нынешний хозяин выставил ее за 200 тысяч фунтов стерлингов или почти 15 миллионов рублей. Все дело в том, что находится это живище в самом центре Лондона, элитном районе Найтсбридж. Правда, как правило, отдав даже баснословные деньги, покупатель в Великобритании получает жилье отвратительного качества. На самом деле в Англии очень многие дома практически картонные. Они построены в один кирпич. То есть дома очень холодные. Плюс прибавьте к этому деревянные окна с одним стеклом, окна, которые с дырками прогнившие. В итоге вам будет очень-очень холодно даже осенью. Я уже молчу за зиму. Вы будете просто работать на отопление. И вообще у англичан, по нашим меркам, весьма странное представление о комфортном жилье. Да и выбор невелик. Либо старый дом с плесенью, либо новый с картонными стенами. Малюсенькие спальни, крошечный душ вместо ванной комнаты. А цены просто запредельные. Как правило, это квартира-студия. Очень часто квартира-студия. Один санузел у них считается несколько иначе. То, что у нас двухкомнатная, у них считается однокомнатная, потому что считается комнатой только спальня. А гостиная комната не считается. Поэтому, в пересчете на нас, это двухкомнатная квартира с санузлом. Квартира эконом-класса 65 квадратных метров. Третья, четвертая зона. В часе езды от центра. Взгляните. Это миниатюрное разноцветное сооружение. Отнюдь не игрушечный домик, спроектированный для детских площадок. Перед вами революционное решение жилищного кризиса Англии, до которого додумались лучшие британские умы. Вот такие крохотные дома-конструкторы планируют продавать всем, кто не имеет своего жилья. Стоить такое сооружение будет 987 фунтов. Чуть больше 70 тысяч рублей. А я бы сказал, что небольшие площади помещения – это европейский стандарт, который сложился исторически. К нему привыкли и из-за этого не испытывают дискомфорта. И во многом они не испытывают дискомфорта, ровно по той причине, что более теплый климат позволяет им меньше времени проводить дома, в квартире. У них больше принято проводить на улице, в каких-то ресторанах, в кафе. Они используют жилье меньшее количество времени в течение суток, нежели это принято в России. И поэтому требования к жилью более умеренные. Вообще современные европейцы ради решения своего квартирного вопроса готовы работать, не покладая рот. Благо, ипотечные ставки в Европе позволяют сильно не переплачивать. Например, в Англии выдают жилищные кредиты примерно под 5% годовых. Но вот получить ипотеку может далеко не каждый. Связано это с жесткими требованиями, которые английские банки предъявляют к заемщикам. Поэтому большой удачей считается получить жилищный кредит хотя бы на сарай. Ну а дальше можно попытаться воспользоваться так называемой лестницей недвижимости. Это когда через несколько лет можно перепродать тому же банку свое жилье и на вырученные деньги купить себе уже квартирку получше. Ставка по ипотеке в Великобритании очень зависит от того, какова у вас кредитная история и какие у вас доходы. Если у вас кредитная история неплохая, доходы хорошие, то ставка, как правило, ниже. Она может колебаться от 1,5 до 2%. Если у вас нет кредитной истории или что-то проблемы с доходами, как правило, 4,5% может быть выше. Для британцев покупка жилья в Лондоне достаточно сложная, потому что квартиры довольно дорогие. Лондон занимает, наверное, первое место практически. Вообще требования к потенциальным заемщикам банки серьезно ужесточили после ипотечного кризиса 2008 года, который случился в США и привел к экономическому коллапсу во всем мире. Тогда под свою ипотечную программу Соединенные Штаты выпустили ценные бумаги. Как выяснилось позже, это был самый большой спекулятивный рыночный пузырь. Воротилам Солстерик при помощи рейтинговых агентств удалось убедить всю Америку, а потом и весь мир, что рост цен на жилье в США будет длиться вечно. Ипотечные кредиты раздавали всем подряд. Людям с непостоянным заработком, безработным и даже откровенным алкоголикам и наркоманам. Главное было выпустить под это дело как можно больше облигаций. Шло время, а горе-заемщики не спешили возвращать деньги в банки. Только представьте, в 2008 году общий размер просроченной задолженности по ипотечным кредитам в США составил более 98 миллиардов долларов. А более 4 миллионов семей были выселены из своих домов, взятых по программе ипотечного кредитования США. Банки не оставляют долги на своем балансе, давая ипотечные кредиты. То есть дом, дальше они в помощи рейтингового агентства режут на облигации, оставят рейтинг каждой облигации и продают дальше. Так как эти бумаги, эти долги покупали все банки по всему миру, только банки, профессионные фонды, трейдерские компании, все подряд. Если поэтому рухнул этот рынок США и затронул весь сайт. Это кадры американской кинохроники. Взгляните, в каждой семье огромные автомобили и непременно с открытым верхом. Просторные дома с собственной лужайкой и барбекю. Вот она, идеальная американская жизнь. Американская мечта. Правда, для многих жителей США она так и осталась лишь красивой картинкой из телевизора. И вот еще один вопрос. У каждого, кто оказывается в США и сразу не захлебывается счастливой слюной от самого факта пребывания в стране равных возможностей, первым возникает невольный вопрос. Почему там такое огромное количество трезвых бездомных, интеллигентных бродяг, опрятных нищих с чистенькой тарелкой для подаяния? Ответ прост. Это люди, которые потеряли работу. А без работы ты не человек. Неделя, месяц, полгода. И успешный рабочий или успешный специалист быстренько сдает страховой компании свой автомобиль, освобождает жилье и бьется уже не за дешевый кредит, а за тарелку бесплатного супа. А что поделаешь, такова изнанка общества равных возможностей. Святая правда. Там можно стать миллиардером на щелчок, придумав фейсбук или записав простенькую песенку. Но можно запросто умереть с голоду, только потому, что такие специалисты, как ты, сегодня пока не нужны. Посмотрите, эти кадры были сделаны после ипотечного кризиса в США. На них бульдозеры сравнивают с землей палаточный лагерь на окраине калифорнийского города Сакраменто. Раньше здесь жили люди, которые еще несколько лет назад считались американским средним классом. У них были дома и большие автомобили. Но потеряв работу и не сумев расплатиться по кредитам, они переехали жить вот в такие палаточные городки. Причем большинство из них вовсе не эмигранты или маргиналы, а вполне успешные в прошлом специалисты. Например, этот житель по имени Уолл Джон Феррис, бывший менеджер консалтинговой компании. Но после увольнения мужчина не смог выплачивать ипотечный кредит. Теперь ему приходится жить на улице, под тентом. Похожая история и у этого нищего по имени Роберт Бокер. Я работал на железной дороге и когда видел бездомных, только качал головой, какие же они неудачники. Я тогда и представить себе не мог, что стану таким же бездомным, потому что я имел работу. А вот наши законы по отношению к должникам значительно мягче. Даже те, кто не может вовремя погасить кредит, вряд ли окажутся на улице. Тем более, если это жилье единственное, а у вас есть маленькие дети. Зато о жадности российских банкиров можно слагать легенды. Таких грабительских ставок по ипотеке больше нет нигде в мире. Сейчас многие молодые семьи даже и не мечтают о собственном жилье. Ведь если купить нормальную квартиру, чтобы выплачивать ипотеку, зарплат двух супругов вряд ли хватит. Вот и снимают миллионы молодых россиян углы, оплачивая неизвестным дядям и тетям безбедное существование. Плохо сегодня и ушедшими в прошлое вместе с Союзом социальными лифтами. Сегодня у молодежи фактически нет таких стартовых возможностей, которые были в советское время. Без нужных знакомств и денег трудно сделать нормальную карьеру. Вот поэтому часть молодых людей, не найдя себя, выходит на митинги оппозиции. А ее лидеры активно пользуются неуверенностью молодого поколения. Особенно преуспел в этом Алексей Навальный. Вот, например, кадры, снятые в центре Москвы весной прошлого года. Тысячи молодых людей вышли на улицы, чтобы поддержать ипотажного оппозиционера. Я не имею какого-то огромного опыта в этом деле. Собственно, вышел я для того, чтобы жить нам стало лучше. Я уже четыре года работаю и плачу налоги. И мне кажется, с моих налогов можно сделать что-то лучшее, чем домик для уточки. Но далеко не все верят в бескорыстность нашей так называемой прозападной оппозиции. Многие понимают, что такие, как Навальный, часто используют молодежь. Главная их цель – снять на видео очередное народное недовольство и получить деньги от своих западных спонсоров. Я считаю, что он просто ангажирный человек, который просто отрабатывает. Его мнение имеет право на существование, а так, мне кажется, ничего из этого не выйдет. Еще одна проблема современной России, которой не было у молодежи в СССР – разная толщина кошельков. Попросту говоря, социальное расслоение. В Союзе по уровню доходов все были примерно равны. Одежда, квартира, образование – все это было у всех. Единственное, что можно вспомнить – машины. Только ученые или артисты имели престижные «Волги». Инженеры и врачи покупали москвичи и «Жигули». Но это мелочи по сравнению с тем, что происходит у нас сегодня. Наследники богатых родителей уже в детстве понимают. Сегодня именно деньги решают все. Если ты владелец миллиона, тебе многое прощается. А если беден, живешь на зарплату, ты человек бесправный. В таком восприятии мира виноваты и сами родители, которые отвечают за воспитание детишек. Все нищеброды, ты должен унижать людей на этой машине. Унижать, забирать. Стоит ли удивляться, что в столицах и крупных городах молодежь, мягко говоря, испортилась. Юноши и девушки растут капризными, эгоистичными. Именно таких называют мажорами. Уже с первого класса они ходят с модными смартфонами. Из элитных школ их забирают водители на дорогих иномарках. А лето теперь они проводят не в деревне у бабушки и не в пионерских лагерях, а на экзотических островах. И выкладывают каждый свой шаг в сеть, хвастая, у кого лучше прожарен лангуст и быстрее яхта. Большие деньги, которые тем более не ты заработал, которые тебе принадлежат по праву рождения, создают у человека иллюзию, что он какое-то особое существо, что он выше всех остальных окружающих и живет по совершенно другим законам. Поэтому, мне кажется, родителям, которые воспитывают детей в достатке, им надо начинать с того, чтобы объяснять, что они такие же, как все. Но так живут далеко не все. В провинции, где зарплаты не чета московским, единственный вид отдыха – все тот же тур на дачу. Или, как в советские времена, на все лето в деревне. Вот только сегодня таких называют бедными. А в СССР так жили все. Работавшим путевки давали профсоюзы. Детей отправляли в пионерские лагеря. Но и те, и другие радовались мелочам. А лучшим отпуском была поездка всей семьей на Черноморское побережье. В начале 90-х, когда мы радовались падению железного занавеса и в угоду западным ценностям крушили свои собственные, мы, не задумываясь о последствиях, с недрогнувшим сердцем угробили и комсомол, и пионерскую организацию. Мы радостно отказывались от всего советского. Нам очень хотелось, чтобы щелочка, через которую смотрим на мир, стала шире. Ведь тогда мы искренне верили, что Америка нам друг. И именно Запад откроет нам секрет правильной жизни, демократии и всеобщей справедливости. Но чем больше времени проходит после распада СССР и развала советской системы воспитания молодежи, тем отчетливее проявляется духовная нищета западного общества потребления и оголтелого индивидуализма. Дорогие мои зрители, в России и на моей любимой Украине, в Прибалтике и в Грузии, в Молдавии и в Казахстане, а вообще во всех бывших 15 когда-то союзных республик. Нителю назад я попросил вас ответить на вопрос, как вы считаете, нужно ли России и бывшим союзным республикам снова объединиться и заново создать единое государство? Вариантам ответов я предлагал три. Первый. Да, нужно. Поодиночке нас уничтожат западные партнеры. Второй вариант. Нет, не нужно. Мы слишком разные и у каждого своя дорога. И третий вариант. Нужно объединяться, но только чтобы каждый жил на свои, потому что надоело кормить соседей. Я благодарен вам за ваши ответы и за ваши письма. А теперь, внимание, результат опроса. Итак, за то, чтобы снова объединиться без всяких условий, проголосовало 42% зрителей. За то, чтобы объединиться, но с оговоркой экономической самостоятельности, проголосовали 34%. Итого, за новый союз бывших советских республик проголосовали 76%. И только 24% считают, что жить лучше поодиночке. Итак, несмотря на приход к власти в некоторых республиках, национал-проходимцев, торгующих интересами собственного народа, на фашистствующих отморозком, на активно взращиваемый национализм, на воинствующую русофобию, подавляющее большинство, почти 80% нас с вами, граждан бывших советских республик, проголосовали за то, чтобы снова жить вместе. Спасибо вам, дорогие соотечественники, чьи деды и прадеды победили фашизм. Однажды мы снова будем жить вместе. И на обломках самовласти еще напишут наши имена. Верьте мне, так будет. А на сегодня все. С вами был Игорь Прокопенко. Встретимся уже в понедельник в программе самые шокирующие гипотезы, как всегда, в 18.00.